Наша землячка Валерия Гончар вернулась из Москвы, где участвовала в съемках комедийного журнала «Яролаш». Мы уже рассказывали о том, что девочка победила во всероссийском конкурсе «Поколение М» благотворительного проекта компании МТС. О впечатлениях юной славянской актрисы в репортаже Надежды и Георгия Калининых. Это была потрясающая ноябрьская пятница, вспоминает Валерия. Работа с режиссером, общение с Борисом Грачевским и, конечно, приятные ощущения веселой актерской жизни. О которой мечтают миллионы ребят. Конечно же, тема кинокартины – школа. Съемки четырехминутной серии «Яролаша» длились несколько дней. Сначала мы с подругой по школе спускались с лестницы, а потом во втором кадре мы ходили все вокруг учительницы. Она нам двойки ставила. Благодаря проекту ребята прикоснулись к захватывающей жизни кино и телевидения. На площадке царила атмосфера веселья. Шутили все. Вдобавок к этому юные таланты открыли для себя множество тайн закулисья Московской киностудии имени Горького. Во время съемок Валерию поддерживали ее родители Екатерина и Станислав, а также младший брат Никита. Мы, конечно, под впечатлением от созданной поездки. Все было на высоком уровне. Естественно, профессионалы и режиссер Попов Владимир нас снимал. И сама команда была очень активная, позитивная. Атмосфера царила такая приятная, веселая. Дети веселились, шутили. Впечатления от съемок у Валерии останутся на всю жизнь. О ярких днях будут напоминать и грамоты от основателя Яралаша Бориса Грачевского, которые девочка привезла в родной Славинск-на-Кубани. Сам же фильм с участием Леры мы увидим на широком экране только через год. А пока юная актриса готовится к участию и в других конкурсах благотворительного проекта «Поколение М». Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».